Декорирование акриловыми красками Декорирование акриловыми красками И как всегда я рада вас приветствовать в нашей студии В сегодняшней нашей программе предлагаю поработать с акриловыми красками Вообще-то я уверена, что все вы знаете этот краситель И особых проблем с ним не испытывали никогда Да и что там может быть сложного? Красим, сушим и все А в итоге получаем замечательно ровную и достаточно устойчивую к различным воздействиям поверхность И время высыхания красочного слоя очень радует И отсутствие удушающего запаха вдохновляет А вместе эти факторы делают работу с акрилом приятной и комфортной В общем одни достоинства Быстро, недорого и красиво Правда все так замечательно, пока вы не решите поработать с тканью Или каким-то стеклянным, металлическим или керамическим предметом Сначала предлагаю вам поработать с акриловыми красками по ткани И расписать ими вот такой абажур Эта вещица интересна тем, что она имеет два цветовых декоративных решения Дневное и вечернее Как только у вас возникнет необходимость включить ее То она становится яркой и нарядной Создавая ощущение праздничного настроения Выключаете И любуетесь спокойной по цвету и очень нежной вещицей Еще обратите внимание на то, что декорируя это изделие Мы проводим своеобразный эксперимент И смотрим, как ведет себя эта краска с одношаговым кракелюрным составом То есть появляются ли декоративные трещинки И хотя в научных экспериментах даже отрицательный итог считается результатом У нас все получилось, кракелюр есть Впору воскликнуть и на акрилос веритас Хотя не знаю, что римляне думали об акриле Но кракелюрины покрывают все их наследие Вот еще одна вещица, которую я хочу предложить вам сделать Эта тарелка расписана акриловыми красками по стеклу и керамике Основную работу мы проводим с обратной стороны тарелки Нанеся акрил в два слоя через кракелюрный состав Тем самым мы получаем интересный и очень декоративный эффект И это у нас опять эксперимент Я рекомендую вам обязательно попробовать эту технологию Поскольку мне кажется, что вы обязательно получите удовольствие от процесса и итога работы Еще обратите внимание на то, что обе работы у нас расписаны разноцветными объемными контурами Что делает их более яркими и нарядными Лампа украшена контурами по ткани А тарелка контурами по стеклу и керамике Это одно из условий качественной работы Старайтесь подбирать материалы так, чтобы процесс фиксации контуров был таким же, как у краски В противном случае изделие может не получиться совсем Или получит ощутимый дефект А это совсем не в наших интересах Итак, предлагаю перейти к работе Для того, чтобы краска при нанесении на ткань не впиталась в нее, а равномерно ложилась на поверхность Предлагаю загрунтовать изделие клеем ПВА Обязательно просушиваем грунт и переходим к нанесению рисунка Я приготовила вот такой шаблон Из которого мы имеем возможность выбрать любые подходящие нам изображения Прикладываем его к абажуру, не забывая проложить лист копировальной бумаги Крепим и обводим по контуру нашу картинку карандашом В итоге мы должны получить вполне четкий оттиск, который и будем раскрашивать Я уже говорила о том, что абажур у нас имеет две разных по цвету поверхности Так вот, начинаем работу с ярких красок Которые будут видны только в темноте и при включении лампы Сначала нам нужно нанести на всю поверхность изделия вокруг рисунка фоновый цвет Я решила его сделать темно-зеленым акрилом Подсушиваем фон и переходим к рисунку Центральные цветы мы красим розовой краской Бутоны фиолетовый, а листья светло-зеленый По технологии этот красочный слой нужно обязательно хорошенько просушить, чтобы продолжить работу Вот теперь наступает очередь нашего эксперимента Мы наносим на абажур достаточно густой слой одношагового кракелюрного состава И хорошенько просушиваем его феном А затем сразу же берем плоскую синтетическую кисть И акриловую краску белого цвета И нанося ее аккуратно в мазок к мазку, закрашиваем все наше красочное изобилие Вообще-то, если мы не делали двойной эффект в изделии То наш рисунок нужно было бы обязательно расписать до конца То есть выделить лепестки и сделать блики И в итоге мы получили бы яркое и нарядное изделие Но у нас сегодня другая задача И мы продолжаем работу, делаем дневной слой нашему абажуру У нас должен получиться белый абажур с сеточкой кракелюрных трещин Через которые видна краска нашего нижнего рисунка Далее я предлагаю воспользоваться масляной пастелью И выделить легкими мазками цветы и листья А затем объемными контурами по ткани обводим их Чтобы добавить яркости всему изделию В общем, вот такая вещица у нас получается днем А вот такая вечером Мне кажется, что это изделие смотрится очень интересно И наверняка станет сюрпризом для ваших гостей Ну а мне осталось только рассказать вам о специфике этой краски по ткани Чтобы она долгое время держалась на изделии Нужно оставить роспись на просушку на 24 часа А затем прогладить утюгом без пара Через бумагу или ткань При температуре, соответствующей составу ткани изделия И здесь вас ждет еще одно приятное открытие Через 48 часов вы сможете при необходимости даже помыть абажур Используя мягкие моющие средства Но при температуре 30-40 градусов Используя мягкие моющие средства Используя мягкие моющие средства Используя мягкие моющие средства Используя мягкие моющие средства Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Еще я вам очень советую обратить внимание на акриловые краски для батика. Обычные краски по ткани для этого лучше не покупать, поскольку они достаточно плотные по цвету, а чтобы их разбавить, нужен специальный состав для акрила. Эти же краски можно использовать как концентрированными, так и разбавленными обычной водой, что очень удобно. Предлагаю поработать ими на шелке. Для этого вставим ткань в пяльцы и карандашом перенесем контур рисунка с заранее приготовленного шаблона, что мы и делаем. Теперь наш рисунок нужно обвести резервирующим составом. Как правило, он прилагается к набору красок вместе со стеклянной трубочкой, которой его и следует наносить. Я же предпочитаю пользоваться или специальным шприц-флаконом с металлическим наконечником, или уже готовыми тюбиками с резервом. В общем, работа от этого никак не изменится. Нам нужно обвести рисунок замкнутым контуром, иначе краска будет растекаться по ткани, создавая бесформенные пятна. Резерв мы наносим непрерывной линией, чтобы он проник в ткань. После нанесения резерва нужно просушить ткань в течение 40-50 минут, и можно заняться росписью. Смачиваем участок, который будем раскрашивать водой, и наносим краску мягкой кистью или палочкой с ватой на конце. Пока краска не высохла, вы можете создать дополнительные декоративные эффекты. Например, используя крупнокристаллическую поваренную соль. Просто помещаете кристаллы на необходимые участки ткани. И в итоге получаете очень интересный рисунок. После того, как вы останетесь довольны результатом, ткань с рисунком сушат феном, и затем прополаскивают в холодной воде, и опять сушат на воздухе до полного высыхания. И еще лучше всего готовые изделия для закрепления рисунка подвергнуть термообработке. Берем утюг и проглаживаем изделие с температурой для данного вида ткани с двух сторон через хлопчатобумажную ткань. И в итоге вы получаете эксклюзивную вещицу. Кстати, если вы не любите работать с кипировальной бумагой, и вам не нравится, что она немного пачкает изделие, то у вас есть другой вариант. Сделайте рисунок припорохом. Этим способом пользовались и пользуются многие художники, чтобы перенести свои эскизы на стены для их последующей росписи. Возьмите рисунок и прокалите его иглой по контуру и основным линиям. Затем приложите его к изделию и ватрите в него растертый графит или просто сухие тени. В итоге вы получите замечательный оттиск, с которым будет удобно работать. Расписывать тарелку мы будем с обратной стороны, поэтому переворачиваем ее и хорошенько обезжириваем спиртовым раствором. Теперь нам нужно прикрепить шаблон, с которого мы будем перерисовывать рисунок. Проще всего его положить под тарелку, вот так, и прикрепить малярным скотчем по краям. И после этого вы смело можете начинать роспись, вернее ее начало, поскольку мы ее делим на два этапа, до крокелюрного лака и после. Сначала мы белой краской наносим блики по всему рисунку и прорисовываем сердцевинки цветов. Затем просушиваем изделие феном и начинаем наносить на всю тарелку одношаговый крокелюрный состав. Немного подсушиваем этот слой, но не до конца, иначе лаковая пленка может осыпаться. Теперь можно взять акриловые краски розового, фиолетового, желтого, синего и зеленого цветов и смешать их поочередно с белым акрилом. У нас получается вот такая палитра цветов, которую мы и наносим на рисунок кистью, аккуратно мазок к мазку. По мере высыхания краски на изделии у нас должны появиться симпатичные трещинки. Хорошенько просушиваем рисунок и берем чистые цвета красок, которыми мы должны прорисовать еще раз наши цветы и листья. И у нас с вами получаются контрастные трещины. Обратите внимание на то, что одношаговый лак крокле замечательно сработал и с этим красителем. Нам осталось только после высыхания рисунка, а сохнуть он будет часов 12, положить на тарелку фоновый цвет. Для этого возьмем акрил темно-зеленого цвета и кусочком поролона нанесем его на изделие. Причем замечу, красочных слоев придется сделать 2 или 3 с промежуточной сушкой, поскольку из-за крокелюрного лака могут образоваться трещины, а на фоне они нам не нужны, так что придется закрасить. Собственно говоря, после этого останется нам только перевернуть изделие лицом к себе, снять шаблон и расписать объемными контурами по стеклу и керамике. Ну и теперь я должна вам рассказать, как закрепить все это красочное изобилие на нашей яркой и нарядной тарелке. Мы должны просушить декор в течение 3 суток. Да, долго, но все мы знаем, что акрил и кадриль не терпят суеты. Ну а затем берем изделие и нагреваем его в духовке при температуре от 60 до 70 градусов в течение 30 минут. А вот после этой нехитрой операции нашу тарелку можно даже будет аккуратно мыть теплой водой. Лично меня это очень устраивает, но терпеть не могу пыльные вещи в доме. И вам не рекомендую их заводить. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...